Девушки отдыхают Ну вот последний дедаст от команды НИП мы с вами смотрели опять-таки против коллектива Маус Спортс Там они играли очень-очень плотно Мыши их напрягли изрядно хорошо Возможно Эксцентив сейчас попытается сделать что-то по схеме мышек Опять же с Дримхака Потому что это единственная команда, которая там супер как-то напрягла И у нас уже человек-невидимка появился Вот он, вот он, смотрите Вот он здесь где-то И, ну, тут их на самом деле он подсаживал сейчас на парапет двух игроков Ну и мы видим, что вот он Гаен, Гаен он у нас невидимый, не прогрузился Бывает, ну и не поиграют Слоу-плей Б, степом проходят Т-шку Фрайберг уже начекал пароч На пароче укрепление видит двух игроков Дефенса И П-250 в руках Вот Апекса уже выглядит устрашающе Потому что ставит он кабину Фрайбергу моментально просто При том, что разменялся На него там еще и два пистолета вроде как выходили Да, там был Гзис на размене Но разменять он опять-таки не смог Элисунд, он же Гидрайт Пробрасывает центр дым Чтобы занять мид Дым падает На миде, в принципе, перестрелка Агрессивная флешка И выпад на мид Под флеш играет сейчас Гидрайт Должен убивать И идет жесткая серия разменов У меня не переключается почему-то на игроков Которые находятся рядом Вот сейчас переключилась, слава богу Бомба стоит с Петларном Выход Б Ну, здесь нормально Дефенс дернули в сторону мид, а в сторону А Показали, что готовят стяжку На парыч Опять же, вот дым, видимо, был ключевым здесь Моментом Но ситуация 2 в 3 Экстенсив пытаются бороться Вот есть на Дэнсе Линдберг Который, ой-ой-ой Там такие еще смог кабину дать Но демейджа дал ревиную долю Посмотрите, Цервония оставил 11 хп 10 хп у маньяка Вот это как раз-таки Дигл Форест Ну и третий у нас Гаен На него не переключается почему-то Гоу ТВ Я делаю быстренько реконект Это пока что счет 1-0 И 2 эко-раунда, в принципе, светит Нипам Даже 1 1 эко-раунд они поставили бомбу И, возможно, это будет бай Хотя я даже поставил бы на волю Сейчас, может быть, даже волевой попытаются взять Смотрим на Резб Дефенса И здесь все пятеро, слава богу Вот реконекты помогают, слава богу, на Гоу ТВ Это радует Раньше на Гоу ТВ такого не было Ну что, все-таки Яков Все-таки Яков от Нипов Выход под флеш Да, выпад под флеш Четверых игроков Флешку будет давать Гзис Ну, а мы сейчас посмотрим с вами на этот прием Уже вот Несколько с другого ракурса Как видим Ну, вот они пошли, кабины Правда, маньяка здесь моментально отманьячили Ой-ой-ой, открытая дистанция Что ж ты делаешь? Прекрати Прекрати так кидать гранаты в Гзисто Открылся Ну, получил демейджи нормально Вот вторая граната от Апекса заходит Просто сладкий Минус 2 сразу в стане Нип Апекс идет в пуш Минус дает, знает, что последний игрок Атаки Также находится за синем И там уже... Красава, красава французы Зарезали гидрайта Молодцы, хоть и на Эко Но все равно ножик сработал на ура Там сейчас гидрайт, наверное, в бешенстве Не, приседает Приседает Ну, понял, что такое получилось Улыбочку написал Смайлик язычка, вернее Вот, злой Апекс Летучая мышь Ну, порадовали французу Хоть зарезали Понимают, что, конечно Выиграть будет очень тяжело У команды Нип на этой карте Тем более счет уже 1-0 И Нипы будут играть Ну, с одной стороны Они будут играть с уверенностью в том Что за ними уже есть одно очко Один матчпоинт И... Финалов, когда игра идет на выбивание И железный проход обеспечит Себе, скорее всего, в стадию полуфиналов Ну, пока размен флешками И врыв на Б не удался Цервоний закрыл Фрайберга Здесь на размене Выпад Б Либо с Денсом Зажим Цервоний Великолепно разыгрывает свою позицию Гидрайт Дал размен У экстенсива уже стянулись Б Сейчас Нипы попытаются здесь переломить ситуацию И Линберг у джебри Это ВП на центре В этот момент Товарищ Гидрайт погибает на Б Ну и бомба лежит Б В принципе, два в одного Контроль Т-шки Маньяк, как видим, будет разыгрывать с нычки Оставшиеся секунды раунда И его тиммейт на самом Б-планете Форест уже пытается стреляться Но вот ошибку совершает маньяк Не получилось у него застать врасплох Но Апекс в паре с ним разыграл То, что надо Подхватил Подхватил он на одном дыхании Закончили этот раунд Экстенсив в свою пользу 3-0 Первый девайс на команде Не показался неудачным И... Пока у них получается играть неплохо Но посмотрим, что будет дальше Опять же, вот дистанция На дистанции будет ясно Реально они уверены в своем дефенсе Или нет А пока что вам напомню Что вы можете общаться С другими зрителями В чате Киберарена.тв В группе Стима В Стим-группе Киберарена.тв Также в Стим-группе SL4 И спортскомментатор Ну и обсуждать, естественно, этот чемпионат Обсуждение этого чемпионата Там тоже приветствуйте Ну что, здесь звездный час Сейчас будет в цервоне Зажим Т-шки Вот он тут что-то зажал как-то слабо Вроде знал, что там куча игроков Просто Туева Хуча игроков И он не смог их перестрелять Это жесть Нажим был знатный Зато Смотрите, что делают Фрайбергу Достается девайс Он остается в тупке Сейчас будет играться врыв на него И граната нет Тут вот гранаты, конечно, опасные Я вот смотрю Французы кидают очень-очень четкие гренки Сразу же делают прогрент тупого Сразу знают, что там кто-то есть И посмотрите, где там бомба осталась Вот труп упал, бомбы не видно Но может быть только у нас на Голд ТВ ее не видно Там, скорее всего, она мигает Ну, до безвреживания Одна секунда И, как видим, побеждает экстенсив В еще одном своем девайсном раунде Но НИПы, опять-таки, сыграли Очень-очень результативно Поставили бомбу Набили себе денежки Сейчас будет очень хороший закуп Экстенсив тем временем Начинает уже подкапливать деньги Вот у Апекса Начинает застревать Очень такая сладкая сумма 8350 долларов Хорошие деньги на самом деле Можно даже будет, наверное, дропы дать В случае каких-то непредвиденных обстоятельств Так, Аркада Парыч, НГН Цервоний Центр Элисун Тэшка Гзист У нас играет под номером Каким же ты номером играешь? Номер 8 Номер 8 сегодня Гзистом Но это очевидно То есть, вот первый это GMX И от него вот так вот идет вся десятка Первый, второй, третий, четвертый, пятый Шестой, седьмой, восьмой, девятый Десятый Так, ну и посмотрите Здесь длину просто прошли Укрепили парапет экстенсив Отдали длину НИП уже занимает аплэнд полностью Гидрайт разыгрывает все еще под точкой Б ФТшки не сместился в нижнюю Хотя надо было ему это сделать И забирать с рвони Просто от того, что Гидрайт не остался на миде И не занимал здесь никакие позиции Мы можем видеть вот этого вот парня Который сейчас спокойно переворачивает Фифларона И по факту получают Очень такую опасную точку для давления На нападение на аплэнте Игроки дефенса Лайнсром минус НГН Раскидка парыча от Гидрайта Ну и 2 в 2 Давайте посмотрим на Гзиста В планете его уже пытаются поджать И инс подъема Джимикс убирает Берет ВП Гидрайт Попытается сыграть Но там уже все Там дефуз бомбы И Гидрайт дает минус Бомба все еще дефузится Гидрайт понимает, что это дефуз Берет девайс Но тут 3, 2, 1 Ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой Что ты будешь делать, Кристофер? Убивать Джимикса Ну поздно, поздно Хотя Гидрайт еще мог бы успеть даже Добежать Просто он не думал, что один Игрок защиты уже дефузит бомбу Он знал, что там один на подъеме точно есть И он, видимо, перепутал просто их Ну вот он Как только развернулся И побежал обратно с парой Ему сразу дали инфу Что второй дефузит Потому что убил он не того парня Который убрал Гзиста И опять же Микромомент с информацией Был, по-моему, очевидный Именно поэтому Гидрайт И не смог взять этот раунд Поздно пролетела инфа Ну и сам он сначала не понял Кто же убил Гзиста Но они не отчаиваются Атакуют пары 4 игрока Степом проходят уже на винт Их принимают в упоре И это будет НГН Реклама АВП Упор от Апекса С КТ респауна Но он тут еще На два фронта работает Плюс мид Вот десант на себя Он, в принципе, практически пропустил Но перекрыть удалось Здесь Линберга Не дали Форесту разбушеваться И это уже хорошо Ставится бомба на парапет Не позанимает аплэнд Снова пассивно разыгрывает Фифларен Длину знает, что здесь где-то Находится маньяк Который как раз-таки Вот идет сейчас за Фифларен Но какой прифайер Интересный от маньяка был Минус Йоханссон И 2 в 3 Дефенс пушит КТ Минус от Червони 2 в 2 Это будет эпичное выбивание От экстенсив Если сейчас, конечно, они убьют Плэнд минус от маньяка Как он посмотрел Червони Запирает Парыч Великолепная игра От французской команды Друзья Но это 6-0 Но вот если вспомнить Дримхак Игру против Маус Порс То Нипам такие проблемы Уже создавали Экстенсив Не экстенсив А Маус Порс Да, создавали такие Нипам проблемы Но они там вроде как До счета 8-0 Или 9-0 дошли А потом Шведы все-таки Начали переворачивать Здесь, конечно, явного разворота Пока что нету Но экстенсив Стараются Стараются 6 раундов Они еще пока что Ничего не значат Не, ну они говорят о том Что экстенсив умеют Играть в дефенс Они подтверждают Опять-таки Выбор их стороны Выиграв ножи Они остались за защиту Это, по-моему, пока что Единственное В чем можно быть уверенным Вот аркада Отапикс и Напарыч Проигрывает гидрайт Перестрелку Эффект непредсказуемости И неожиданности Был сыгран, по-моему, на ура Вот сейчас маньяку Надо было забирать АВП И не отдавать своего тиммейта Апикс опять Полезутляться агрессивно За это пострадал Маньяку уже Девайс менять не надо Это, по-моему, очевидно Ну и сейчас на него Будет играться Пуш Ну посмотрите Нипы все Все на длине У экстенсив Там уже должна была быть Перетяжка Какое-то укрепление Так Моменталка от GMX Через верх И выход от маньяка Смотрим Врыв И минус 1 Размен Дал инфу по длине Еще один игрок Это GMX Но он не играет По размену Надо было подождать Вот поломился Проиграл 3 в 1 И червоне здесь Цервоне Или Цервоне Ну ему тут уже Ничего не светит Максимум Что он может сделать Это убить кого-то Убежать Засейвить девайс Но он даже без убийства В принципе чувствует себя Испуганным мальчиком И подбирает себе Калаш Гидрайта Ну как же Как же, конечно Если калаш Гидрайта На медле лежит Надо забрать Ну и бежит Сейвить девайс Ему здесь уже будет Противостоять Во всей красе Товарищ Фрайберг Который пошел Ловить этот сейв Вот такой тайминг Просто жесткий Сейчас словил На самом деле Червоне Когда убегал Едва-едва в секунду Его не зачекал Фрайберг Но Фрайберг знает Где он находится Меняет девайс Чекает первый угол Второй угол Сразу же ему разбивают Здесь голову И Червоне В попытке уйти Засейвится по Тэшку Получает разряд От Гзиста И первый раунд Берет команда НИП В свой первый раунд В атаке Ну вот с него Либо начнется Серия раундов Либо нету Дефенса По-моему Эко сейчас будет играться Ну вот они денежки Опять же Копили-копили-копили Проиграли Потому что Проиграли раунд Потому что Было одно АВП Вроде еще в дропе Вот не подсадили НГНа сейчас На парыч И там с буста Один играет Апекс Влетает с деглом Ну вот опять Такое ощущение Что он играет отдельно От всей своей команды Пытается Пытается показать себя Орвется в бой Прямо вот смельчак Храбр И честен Но В КСе решает Именно терпилка Вот если терпилка У вас работает нормально То Таких парней Принимать одно удовольствие На самом-то деле Так Нет времени объяснять Берем 12 раундов За КТ Просто сливаем игру Вот Комментарий К игре французской команды Оставляет один из пользователей В чате В моей группе Интересно Интересно Ну увидим Увидим Что покажут французы Дальше Сейчас-то по-любому На деке сыграть Но первую половину По-моему Надо выигрывать здесь Французам Начали очень-очень хорошо Надеюсь, что здесь Нимпы не будут Их особо плотно переворачивать Хотя тут не надо Не надеяться ни на слабую игру Не поверить Опять же французов Потому что они все-таки смогут Более-менее достойно сыграть Но вот У Маус был шанс На Дримхаке уронить Нимп на Дасте 2 Но опять же Когда они перешли за Дефенс Команда Маус и Спорз Вдруг перестала быть командой И начали как пушечное Мясо пулять Сломарика не будет сегодня Но может быть будет Если он придет Ангел будет Мы с ним уже договорились На матч Либо Вэри Геймс ESC Либо Майдддб Майдддб Против Затнейшн Опять же Вот фигово Что там два четверти финала Очень-очень значимых Для нас и зрелищных Будут играться Параллельно друг к другу Но Все-таки Я уже описал Почему хочется посмотреть ESC Верри Геймс Просто это турнир Лан-турнир И здесь возможно Поляки удивят Конечно команда у них сильная Парни там будут стрелять сильно Но поляки могут Какими-то нашифровками взять Вчера они показывали Неплохие раунды Опять же Здесь будет шанс Но пока серия разменов Нижней Тэшки На бомбе 2 в 4 Как видим Там была какая-то Вообще колонада Сейчас на медле От Нипов Не пришла Хелпа В итоге Забрали парыч Отдали Тэшку Отдали бомбу Сейчас попытаются выбить Нижний Тёмный Ну я думаю Там уже туннель Как бы Контролируется Червоне Да он Во-первых инфа Во-вторых у него 100 хп В-третьих Выход под флэш Опс И минус от Ланнстрома Ну-ка здесь Здесь вряд Потащить Вот такой раунд Здесь G-MX уже на контре Как видим Надо было выбивать Под гранаты Но гранату Атаки не было Что ж Они всё выбросили 7-2 Ещё один раунд От экстенсив Теперь экономика Нип начинает Немножечко страдать Опять играют они Свой последний бай Сейчас Гзист возьмёт АК Вот странно АВП бы лучше Конечно Фифларену Для чека Медла Хотя он вроде бы Себя сам купил Да он сам себе купил АВП Давайте смотреть Йоханссон И он ждёт здесь выхода Ой-ой-ой Вот он первого подождал Первый пропрыгал И стоял Ждал второго Чтоб выстрелить Это уже На опыте Но опять же Мы знаем Как играет Фифларен с АВП Вчера с Маликом Поугарали на это немного Мажет Мажет Вот сейчас он Гоену не выйдет Вот здесь засандалить банку Опять же На стрейфе Пытался отстреляться Оууу Развалили Аплент Не пы Вообще без шансов Гидрайт Что с... Тарзан ставил Гидрайта какой-то Влетает Спарычи Без дыма Без флота Просто первая голова Падает Вторая голова Как так Как так Но экстенсив впереди Что такое размен? Ну это когда, например, два игрока защиты выходят против двух игроков защиты Один убивает террора, террор убивает в ответ его тиммейта Это называется размен Такие дела Ну это типа в магазине сдача, даешь 10, тебе дают 5,5 Вот нормально объяснили молодому человеку А молодой человек только возможно учится играть в Counter-Strike И вы его вот так вот сразу озадачили Взяли, затролли, беднягу Нет, обучили парня Ладно, csgo.starluder.tv тебе поможет быстро раздуплиться Наш юный зритель Наш взрослый зритель Ну а тут играется выход на длину от команды NIP Они туда все уходят в пятером в экстенсив Один слив Но NIP уже на 7-4 будут разыгрывать И смотрите, A играет фактически с подготовкой на две гранаты Просто чтоб нички как-то попытаться сбросить Мне интересно, прочекают они сейчас позицию за ящиком Не, не чекают, не чекают Посмотрите, зашли, сразу пары закрыли И даже не стали чекать эту позицию И смотрите, даже вот еще один человек не посмотрел У меня прямо есть сейчас такая фантазия в голове Что кто-то из французов станет вот в этом вот проклятом углу NIP снова сыграет медленный раунд подлиннее И дело закончится тем, что на эту установленную бомбу Выйдет игрок защиты из ниоткуда просто И начнет ее дефить Вот это было бы весело Без дыма, без всего Все такое Команда собирается на лане Кто-то пишет Ну вот, команда Друзья, команда собирается в интернете На лане На лане команда собирается, когда Уже точно известно и понятно, что все пять игроков хотят одного и того же А до этого момента лучше Лучше не пытаться играть на лане С парнями, которые ненадежны Это такой маленький совет Так вот, позиция G-Mix прикольная Сейчас G-T-шку пытаться перестрелять Ой-ой-ой, не получилось Пошел проброс Гранатки в упоре И сплит B Играется на ура Да, там уже мид сорвали И выход B-Plant от Линберга или Сунда Ну, что можно сказать Очень уверенно Очень уверенно разрывают не B-Plant Не оставляют никому шансов Имея еще Фореста в спине в качестве огневой поддержки Плюс закрывают Т-шку Йоханссон уже фифлара Ну вот, он упустил игрока защиты Линберг минус И маньяк сейчас попытается стянуться на и поймать Фореста Давайте посмотрим, что будет делать молодой маньяк А, он решил вообще спрятаться в медле Это интересно Это интересно Ну вот-вот тут пытаются простреливать Простреливают щепку И в итоге настигает вот Т-шка выхода от Гидрайта И все-таки Гидрайт наказал Ну и не пышь топ Посмотрите, как-то преимущество французов-то по раундам сузилось Да, аж до двух И теперь 7-5 Два раунда они с собой преимущество сохраняют Сейчас, если 2-й на раунд будет проигран командой Extensive То Французская экономика упадет вообще на 5 Она не то, что упадет Их просто развалят, по сути дела О, и у нас пошли вот эти вот два лагающих пряника Посмотрите Такие на длину На сноубордах заехали Давай стреляться Но вот Не получается пока Не, минус 1 дали Минус 1 дали Второй игрок Что будет выходить или нет Нет, там у нас пошла стяжка В сторону парапета Маньяк запер длину Минус СВП в принципе себя оправдал Нипы немножечко сдернулись Йоханссон отдает респаун Вернее позицию на респауне Будет помогать Гидрайду под Б что-то делать Но это сплит Б вырисовывается Только непонятно Бомбу оставили вроде бы как здесь Сами будут пытаться проходить мид А, ну они на контакт Они до контакта хотели сначала сыграть на миде В итоге контакта не было ни на грибах Ни с КТ респауна Дали дым и пошли сплитом выходить на точку Сразу же здесь, как видим, Фрайберг разломал Все мечты GMX А минус 2 в верхней тэшке И Бэплен снова Вообще в легкую достается команде НИП Ну в меньшинстве Экстенсив пытаются здесь выйти на центр Постреляться Первая кабина зашла от Гзиста просто на ура Он еще на мидле одного спалил Минус АВП В исполнении НГНа Ну и минус на мидле Надо по-моему дать здесь Для полного удовлетворения Дает его Фрайберг В паре с Гзистом И счет становится 7-6 Минус бабки у Экстенсив Экстенсив и это 7-7 Ну будут бороться за 8-7 в первой половине Вот начинали хорошо Взяли 6 Но дальше, как видим, не заехало у этих парней Байки тем временем по картам Играют с командой Кик 1-1 Ну да, там по напряжении будет заруба Но мы смотрим НИПов Мне просто хочется посмотреть на их игру Опять-таки надо При том, что, обратите внимание Зашли на уверенности они, да Они бомбу оставили в нижней тэшке Ее только потом пошел забирать чувак сверху И вот основное звено как раз-таки Вломилось на ура Сюда и сюда Разломали просто на 5 Ну, сейчас у НИПов играется В слоу-плей раунд Они ждут, в принципе, поджимов от защиты Тэшку уже отдали Элисон минус Мид Вот он не знает, что за ним уже в спину А, он знает, что за ним бегут в спину Два тела Первое ловит Второе пока что не словило Но вот близок был к успеху Сейчас Гидрайт Но Червон его перестреливает Подбирает Девайс И будет сейвить его Возможно, даже попытается где-то Кого-то отстрелить Не, ну плюс 150 Плюс 300 как бы нужно, да Но его на миде подловил Форест И счет становится 7-7 Ну, вот и последний девайсный раунд Для команды Extensive Последний раунд Первая половина, друзья Как видим, НИП, несмотря на то, что 6 раундов в начале отдали Смогли неплохо реабилитироваться Догнать своих оппонентов А сейчас, вполне возможно, даже возьмут Возьмут первую половину И с преимуществом в один раунд Могут начать играть вторую Начало замечательное Фрайберг с АВП Ставит сразу по НГЭ Но, по-моему, это была перестрелка 1 на 1 Если я не ошибаюсь Сейчас посмотрим Давайте посмотрим, что у него за Девайс был Непонятно, что за Девайс Тут просто тушка И рядом никакого Девайса нет Но, видимо, там было АВП Что у Червоня? Тоже неясно Оно, наверное, улетело куда-то Вот лежит флешка А где Девайс? А, во, лол Это была АВП Да, вот она аж сюда улетела После этого минуса Из рук прям полетела И вот кто-то пишет в чат, что Непоняется Ну да, я прямо вижу Насколько... Не, Непоняется Непонюбят мясо Если уж Говорить об этом По крайней мере, пока Для них процентов, наверное Не, 90 где-то или 80 процентов Команд для них являются мясом Пока что в CSGO Так что Я считаю Смотреть за их играми Надо Опять же Они не исполняют Вот у них очень-очень мало ошибок Знаете, в индивидуальном плане Они не тыкаются в углы И играют очень ровно Отворачиваются от флешек Так, ну вот сейчас будет прием Вэплэнта Перекрешным огнем Забрали сразу же Апекса Ну и это 8-7 Я думаю, вообще изи Первая половина Могла Могла быть интересной Конечно же Но Но опять же Вот благодаря уверенной И четкой игре от команды Нип в атаке Они убили просто Весь интерес к этому матчу Ну я думаю, что сейчас Первая пистолетка Будет напряженной Как минимум Экстенсив Конечно Экстенсив понимает Что это Нип Что это тяжело Но Также они понимают Что пистолетный раунд Как бы надо брать Рейди пишут Две команды Ну что, счет 8-7 И life have fun Life have fun Погнали Погнали Первая пистолетка Второй половины Семь раундов Экстенсив Франция Ну и 1-0 по картам В пользу Нип Для тех, кто только что Присоединился И Не понимает Что мы смотрим И что происходит Так, экстенсив Вот они играют Какой-то свой дефолт Через ноль Опять же Основное звено Из трех игроков Будет пытаться Занять мясо Отстрелить парыч Афлэшить парыч И кучу-кучу Разных дел Они даже без флэша На морозе забегают Вот попытка забрать Сейчас убегающего Игрока команды Нип Не получается это сделать Спарапета, по-моему Придется отойти Кзис дал сразу Жапексу Просто в репу И теперь уже Экстенсив Боятся идти на парыч Вот НГН Стагивается под беплент Последний с бомбой Его сейчас Форест Должен был увидеть в миде Форест пойдет в пуш Нижнюю тэшку Да, при том, что Беспардона Забегает в нижнюю тэшку Понимает, что последний парень С бомбой Только в верхней тэшке Возможно у него контакт Против цервония Ну вот сейчас посмотрим Как сыграет Выпад И цервония Проигрывает перестрелку Плюс граната у Фореста По 250 Есть армор Ну просто красавчик Красавчик Разламывает Элис Сундманьяка Форест Не спешит в тэшку Посмотрите, что делают Экстенсив Они выбивают беплент Убивают мидл И попытались рискать Респаун Сейчас тянуться на а Игроки Дефенса Занимает беплент Плюс на миде Есть Йоханссон Который бреет НГН Ну и GTX Остается последний Неудача его преследует И для команды Экстенсив По-моему это Фателити В исполнении команды НИП Ну реально Просто Просто разрыв Вы поняли Что произошло Как бы да Экстенсив Как хотели сыграть Они значит Занимают б Они занимают б Они встают здесь 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 После этого Они дают Две флешки на мид Или одну флешку на мид Выходят на мид И в итоге Защита что делает Вкратце показываю Защита просто проходит Вот так Вот так Защита занимает Беплент И Атака остается На этих позициях Как бы да Но у защиты было преимущество В лице Фефларна Который стоял Вот здесь вот на миде Другим цветом выделю И По сути то дело Это и решило Это и решило Он просто отрезал бомбу Которая пыталась Пробежать на атак Был шанс в пистолетке У французов Ну вот теперь уже Все намного хуже Сейчас они попытаются Сыграть выпад на мид Либо это будет какой-то Какая-то игра в сторону парика Очень быстрая Вот там опять Апексон Апекс Апекс Рион Пытается Получить по голове Я сразу говорю Получить по голове Потому что мы видели Этот парень конечно Стреляет хорошо Но вот ему бы чуть-чуть терпения И все было хорошо А Фора сразу Три кабины перевернул На центре Минус маньяк НГН и ГМХ С двумя выстрелами С берста С Фамаса Фрайберг Минус Апекс Парыч И последний остается Цервоне П250 Ну и с ним наверное будут Не ну сейчас наверное Гидрайт попытается Его ножом зарезать Я думаю Судя по тому что С ним так долго мансуется Ой разломал Гзиста Красный там остался Угрок атаки Нет все таки Йоханссон его забирает 7-10 в пользу команды НИП Но это 2-0 по картам И Пока еще не 2-0 Пока еще не 2-0 Но вполне будет 2-0 Если французы конечно Не будут Уничтожать С первым девайсным раундом Второй половины Вообще знаете 8-7 счет Он означает Как бы борьбу Всегда Но Борьба опять же Это такое Непонятное дело Борьбу просто показали НИП Проигрывали 6-0 Взяли 8-7 В итоге половину Ну и доказали сейчас нам Что экстенсив здесь Реально пока что не очень Ну вот опять Их начинают сразу же Пушить НИП Понимают что Можно вначале Покидать гранатки Поприкалываться Здесь идет проход на парыч Принимать это все будет Дело Фифларен В паре с Гзистом Реклама плюс Гусь На гусе кстати Йоханссон Ой Вот у него Я думал у него уже есть девайс Он еще с пистолетом Все полетела граната Гзист ждет сейчас С берста халявы Халява выходит под флешку И Плен занимает экстенсив Есть шансы пробиться на самом деле Если Фифларен не отобьется Но вот тут Как видим расклады такие Что атака просто разваливается Минус от НГАЕНА Минус от Маньяка Не особо уверен На червоне попытки Выцепить на длине Игрока защиты Ну Врасплох застать застал Но попал очень-очень слабо И в итоге Остается последний у нас Маньяк Три в одного Но тем не менее Экстенсив сыграли Найка на минус два Тоже хорошо Тоже хорошо При том что действовали крайне смело И пытались проломить Пленд Но другого выбора нет Не было Они это понимали Также они понимали Что если они поставят бомбу Останутся на точке То они просто кинут две флешки Выйдут и перестреляют всех Ну вот сейчас самое время Начать Команде из Франции Брать раунды Будем смотреть за НГАЕНА У него АВП И Я так предполагаю Первый экшен будет именно на нем Вот в ответку Фифларен Скорее всего будет тоже с АВП Сейчас разыгрывать Так идет пропрычка на центре Через дым Дым был дан Вообще Очень-очень-очень рано Йоханса на Ви Где он будет играть с АВП? Давайте посмотрим На пропете лолф Поджим парыча Выходит сейчас НИП И чек нижней тэшки Ломает кабину Апекс к зисту Он стоял в подсадке Ну и Вынужден Фифларен Просто убегает с пропета Спасаться естественно Отдает позицию На него моментально Играет в десант Апекс И это такая пуля От ее Ну просто 455 дамейджа в голову И разворот полный Сервонис граната Забирает тем не менее Фифларен Ситуация 4 в 3 НИП в меньшинстве И Помимо того что они в меньшинстве Они уже без инфы У них нет чека длины У них есть только чек парыча Они отдали По факту дали И если бы здесь стоял Какой-то сейчас игрок атаки То можно было бы Отстреливать плент Но Они этого не сделали И решают Они сосредоточатся на медле Сделать перекрестный огонь Читают команду Экстенсив Но вот не получилось Выйти первому Форесту нормально И пытался выйти Также Файберг Его здесь поджидало АВП В итоге эту перестрелку Выигрывает экстенсив И Эллисон будет сейвить Снайперскую винтовку Фифларена Здесь он уже Ни при каких раскладах Не пойдет на Б-плент Но его задача Просто отстояться Тем временем Здесь еще готов Ставить бомбу Товарищ Джиникс Ну он ее поставил И Экстенсив Выходит Экстенсив Включает режим Коломбо Ну или Пуаро И будут сейчас пытаться Разыскивать Товарища Эллисон Объявили они Гидрайта в розыск Так видимо поджидает Оооо Это просто 5 Гидрайт Вот прямо вышел Он не знал Что с мяса его ждал НГН Но тут уже был Как бы Зазумленный И конечно Такую Ну как говорится В слона С 5 метров Попасть это нереально Не попасть нереально И в принципе Здесь было то же самое Сделай прицел поярче Ну вот я не могу его сделать Поярче к сожалению Надо было бы его сделать зеленым Вообще Ну да ладно Смотрим дальше за матчем 8.11 Экстенсив Ну вот сейчас первый бай Против Вернее даже Да Первый бай Против первого плотного Такого бая От команды НИП Очень важный раунд С точки зрения экономики Для НИПов Если они его отдают То здесь у французов Появится Возможность выйти на ничью А игра на ничье Это Эмоции 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 Но французы стараются Молодцы Не пали духом Вот если вспомнить там Ту же самую игру команды Мауса Спортс То После двух взятых раундов За защиту Мы же в принципе Поплыли уже от НИПов Сразу Была видна слабина В их игре Здесь же французы Вот несмотря на то Что им перевернули кабины Ну практически Перевернули кабины Все равно играют собрано Второй половине Пока как видим 3-1 за НИПами Но французы стараются И понимают Что все еще Есть шансы Добить Добить НИПов 21 на 12 Идет тем временем Гидрайт 3 мвп 3 мвп Также у Фореста 2 мвп У Фрайберг Экзист И одна звезда У Фифларена А вот экстенсив У всех по звезде 3 у Цервони Ну и Маньяк 2 Эти парни очень-очень жесткие Ну что давайте смотреть Выход на Аплент Сейчас играется у команды экстенсив И должность длины Уже запирать Но решили все-таки Сыграть на укрепление Посмотрите Раскидали плент Запустили Запустили Апекса И решили стянуться Моментально в мид Мид открывает маньяк Вообще какие-то Морозы рандомные Непонятные Один на мид вышел Разменял его Фрайберг Вернее не Фрайберг Клинберг Он же Форест И Б плент не отдаёт Там бежит бомба Совершает ошибку французы Если сейчас бомба Отдастся в Тэшке То Форест Получит преимущество И вот оно Преимущество от Фореста Падает бомба И остатки Остатки французской команды Не успевает стянуться С Тэшки Заканчивается время И Коунтер Херрис Твин Ну вот французы Сами себя пересидели Передумали А засевили два девайса Конечно Но Не тут-то было Не тут-то было 12-8 Это уже приговор Для экстенсив Вот такая С такой игрой Против Непон Ловить нечего Опять же Надо быть смелее Вот вчера Да там например Не хватило смелости Вот мы сошлись Вчера с Маркеловым Вроде бы на этом И Записи кстати Можешь посмотреть На ютубе Когда-то вчера играли Опять же Вот очень много Было ситуаций Когда надо было Просто выйти Просто выйти И все Но они этого Не делали Ну вот неуверенная игра Отправила команду Из России домой Но еще есть Зетнейшен И российский флаг Еще есть В стадии плей-офф Я рад В рифмах Плэнт Апекс минус гусь Забирает Йоханссон Фифларен Неудачно разыгрывает Дым лежит Ну просто Здесь горе Поставить Апекс конечно же Это делает Бомба установлена И Форест уже Поджимает с б-планта В нижней тэшке Его ждет Товарищ маньяк И вот Как я понял Даже Ох Форест как играет А Уработал в голову Зажимом Выбивание с длины Готовят Эли Сунт И Лайнштон Вдвоем Отрезать их должен был Игрок нападения GMX Но он пока что не успевает Здесь уже гусь открыт Минус гусь есть Смотрим на GMX У него один из ключевых моментов В этом раунде Сейчас может произойти Но он не переворачивает Гзиста Гидрайт Ведется к просвету Бреет парыч Остается Цервония Запирает Запирает на парыч Пуш от Линберга Одним в два Дефьюз бомба От Гидрайт И пытается выйти на Перестрелку Цервония ловит В голову От товарища Гзиста Великолепно Разыгрывает НИП звеном По длине Играет конечно Сразу бай Смотрим на экономику У атаки деньги есть Но там видимо Будет неполный бай Либо его не будет Вообще Просто здесь На фул хватает Только у Апекса 3-6-2-3 Но без дропов играют Да Один там возьмет пистолет Может быть кто-то еще Диглу рвет Цервонию Вот например с Диглом Ну там П-250 Кому как по возможности И какой-то быстрый раунд Подбэк Как видим делают французы Возможно пробежка В сторону медла Сейчас Пробежки в сторону медла Стоит ожидать Так как Апекс пошел Открывать Мид первый Дал он фу Сказал что вот на этой позиции Никого нету И его тиммейты Как видим его поддерживают Подтягиваются к нему Между прочим Вот Перекрестный огонь Очень красиво Создают сейчас Нипы Ну вот Гидрайт В качестве Игрока В качестве Одного из основных Дамагеров на КТ И смотрим Фрайберг Ну вот Гидрайт Здесь должен перевернуть Сейчас был просто в спину Да Он это делает Минус 3 Ну и минус 4 Ему не дают сделать Сервонию Но с Диглом Тут уже не постреляешь На дальней дистанции В упор не подошел С ним быстренько Расправляется Форест Ну и такая вот Такой вот быстрый Текораунд сыграли Экстенсив Попались они на крючок Команде Нип Ну 14.8 Вполне неплохо Для начинающих французов По крайней мере Экстенсив сыграли Как минимум На Инферно Лучше чем команда Веригейм В финале Дримхака Здесь они сыграли Конечно чуть похуже На Дайс Т2 Но Но за старание Респект За старание Респект Есть потенциал Тут у некоторых игроков Не ну вот например Апекс Он очень жесткие кабины давал На первой карте На второй карте Плюс статистика Как бы вот Тоже показывает Что он старается Ну здесь у него Одно МВП Вот в Сервоне Маньяк более Более такие знаете Я считаю что стреляют Они примерно одинаково С Апексом Как я заметил Но они такие парни Любят играть Очень-очень медленно То есть Им нравится больше Ждать соперника А вот Апекс Такой взрывной чувак Пытается постоянно Куда-то выходить Старается быть Опенфрагером И вот пожалуйста Опенфраг на центре Выход Б-плент С плитом Против одного игрока Защиты И это уже Огонь А просто какая-то Каким-то чудом Удается Удается сделать Форресту минус Подхватили Также на нуле Гидрайт Цервонии Нет отрезающего У игроков Атаки На Б-пленте Должна встать бомба Вот Маньяк В принципе Сейчас ждет инфы От С Эпексом Эпекс попытается В качестве отрезающего Тоже разыграть Но его здесь уже Перевернули В нижнем темном Все По факту Маньяку деться некуда Он выходит на перестрелку И его уже спалили Ну вот он услышал Что стреляет Попытается Может сейчас сыграть Как-то с двери Ну вот он видит Дулу на центре Знает что еще есть Чувак слева Минус один дал В упоре не увидел Никого знает Медле Незлом играет Понимательно Пошел смотреть Тэшку Нипы как-то теряются Ну непам Надо просто ждать Надо было все-таки Идти до конца Или предпринять Какое-то нестандартное действие В такой ситуации Но Разыграл как разыграл 15 раунд За командой Нипа MVP Элисунт В этом раунде И Экстенсив сейчас Наверное Болелищики команды Экстенсив Сейчас наверное Негодуют Но это опять же Проходная игра Для команды Нипа Дальше у них Непонятно что будет Слэмомарик сегодня будет Наверное может быть А может быть и нет Точно сегодня будет Тангел из ВП И если Маркелов захочет Ворваться к нам Мы конечно же его тоже позовем С радостью С радостью Просто А завтра уже Завтра уже друзья Будьте готовы Если завтра будут полуфиналы То завтра ворвется Тафа Если они будут сегодня То я его быстренько вызваню И попрошу Прийти сюда И откомментировать Со мной эти матчи Потому что турнир Очень-очень яркий На самом деле Просто хочется серьезно Все турниры по CSGO До конца этого года Охватить Кстати потом вас ждет Для тех кто пользуется Торрентами Скажу вас ждет Очень-очень-очень Хороший сюрприз Под Новый год Я подготовлю раздачу Всех записей SLTV Star Series Также всех записей С турниров Которые мы комментировали Вместе с Тафой С Трайком Вот Маркеловым И сегодня Фангел покомментит Но это будет опять же Просто под Новый год После завершения сезона SLTV Star Series И ряда ивентов Ну Цервония пишет ГГ Что последний минус Достаточно заурядный 16-8 В пользу НИП Вторая карта Очень уверенно НИПы разыграли Этот момент В эту вторую карту Несмотря на то Что Extensive вначале Пытались что-то делать НИПы все-таки Были преданы Своему делу Преданы своему стилю И спокойненько Перевернули парней Ну а пока что Напомню Вступайте в Steam группу В поиске Можете набрать SL4MTV На этом у меня Еще не все Я остаюсь с вами Я вернусь с вами К вам в полуфинальные матчи Этого чемпионата Надеюсь что они будут Сево дня Ну и у нас еще Один матч Который мы с вами Будем смотреть Еще один четвертьфинал Чуть попозже Это команда VeryGames Против команды ESC Gaming Которые будут Биться на трех картах И я надеюсь что Через несколько минут Все будет четко Ну вот Параллельно тому матчу Также будут играть ZN My ZN MyDGB Пока что там Все HLTV стоит TBA Ну видимо сейчас будет Пересадка И переконект HLTV на другие сервера Ну Пока что Остаемся на трансляции Смотреть будем Опять таки ESC Против VeryGames И я поставлю Наверное в расписании 13.30 Чтобы уж Точно все были на месте Но если начнут раньше Стрим продолжится Естественно раньше Ждем Стрим продолжается Стрим продолжается Стрим продолжается 衔